Нужно очень внимательно повторить. В этот раз представители Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору приехали в Салават для того, чтобы оказать консультативную помощь управляющим компаниям в вопросах взаимодействия с собственниками. На сегодняшний день жилищный фонд города обслуживают 32 управляющие компании. Несмотря на изношенность сетей, все предприятия работают стабильно и не допускают аварийных ситуаций. В ходе сегодняшнего совещания мы планируем рассмотреть наиболее актуальные вопросы. Это подготовка жилищного фонда, инженерных коммуникаций к работе в осенне-димний период, а также рассмотреть вопрос, касающийся изменений в ранее принятые правила содержания общего имущества на квартирном доме и правила изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию, ремонту в МКД ненадлежащего качества. В целях совершенствования работы с населением представители Госкомнадзора проводят выездные приемы граждан. Жилищная сфера затрагивает права и законные интересы всех жителей республики и является важной социальной сферой. Именно поэтому продолжается реформирование контрольно-надзорной деятельности. Акцент с проведения проверок контролируемых лиц смещен на профилактику и предупреждение нарушений. Мы видим свою задачу в проведении информационно-разъяснительной работы с гражданами, с инициативными группами, с советами многоквартирных домов, руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день острым вопросом остается использование газа в быту, а также несовершенство системы вентиляции и дымоудаления в жилых помещениях. Для исключения рисков и возникновения аварий из-за нарушения работы газоиспользующего оборудования, в результате чего продукты сгорания остаются в помещении, не попав в дымоход, необходимо проводить ряд профилактических мероприятий. Проверка состояния домовых и вентиляционных каналов при необходимости их очистка производится при приемке домовых и вентиляционных каналов к эксплуатации, при газификации зданий или подключении нового газоиспользующего оборудования. При переустройстве и ремонте домовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации домовых и вентиляционных каналов периодическая проверка проводится не реже трех раз в год, не позднее, чем за семь календарных дней до начала топительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после окончания отопительного сезона. При отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газооборудования. На 2022 год запланирована диагностика 303 многоквартирных домов. В двух из них будет заменен газопровод. Зачастую проверки препятствуют невозможность попасть в жилое помещение, когда в день мероприятий собственник отсутствует дома. При необеспечении управляющей организацией доступа в жилые помещения на квартирных домах вынуждены будем обращаться уже в судебные органы для понуждения обеспечения доступа. В случае, когда при техническом обслуживании и ремонте внутридомового газооборудования выявляется отсутствие тяги в дымоходах или вентиляционных каналах на квартирных домах, при открытых либо закрытых форточках, фрамугах, либо окнах будут приниматься меры к приостановлению подачи газа на весь мно-квартирный дом. Подключение газоснабжения будет проведено только после фактического выполнения работ по ремонту, прочистке дымоходов либо вентоканалов, после получения от управляющих организаций актов проверок состояния дымоходов и ремонтированных систем. Потом уже только будет включен пуск газа. Готовься не летом, а зимой телегу. Началась подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Запланирована проверка объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства. Осмотрены будут 1032 многоквартирных дома, 7 километров воздушных линий электропередач, 218 километров, 735 метров тепловых сетей. Кроме того, в работу взяты 3 километра ветхих водопроводных сетей, 500 метров канализационных сетей. Будет проводиться ремонт шести силовых трансформаторов и многое другое. Во всех многоквартирных домах будут выполнены работы по промывке системы отопления и опрессовке системы центрального отопления. Еженедельно на постоянной основе проводим штаб по подготовке к отопительному периоду. На заседании штаба поочередно заслушаем руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций по текущей работе по подготовке объектов к отопительному периоду. Обсуждаем возникающие проблемы и оперативно их решаем. В завершающем заседании стал вопрос, касающийся изменений правил предоставления коммунальных услуг в МКД. Они касаются порядка расчета платы за эти услуги. Ранее жители оплачивали общедомовые нужды в размере утвержденного норматива, а сверхнормативные нужды ложились на плечи управляющих организаций. С 1 сентября их будут оплачивать сами потребители. Одна из причин образования сверхнормативных расходов коммунальных ресурсов – некорректный учет потребления воды, электричества и тепловой энергии собственниками. Если по пункту, то изменения будут следующие. При отсутствии общедомового прибора учета начисление производится по утвержденному нормативу. При установленной системе снятия показания в верхний уровень начисление производится по факту. По решению общего собрания собственников МКД начисление может производиться из средимесячного объема с последующим перерасчетом, либо по факту. При наличии ОДПУ и отсутствии решения общего собрания собственников МКД начисление будет производиться по нормативу с последующим перерасчетом. Определение объема сточных вод при наличии общедомового прибора учета сточных вод по его показаниям, при отсутствии по показаниям ОДПУ холодной воды плюс ОДПУ горячей воды. В квитанции потребитель отдельно будет оплачивать за коммунальные ресурсы, потребляемые в помещении и отдельно, то есть за коммунальный ресурс содержания общего имущества. Перерасчет будет производиться по истечении календарного года, в течение первого квартала следующего года. При смене управляющей организации перерасчет будет включаться в плату за последний месяц. На этом повестка дня была закрыта. Впереди управляющим и ресурсоснабжающим предприятиям предстоит масштабная разъяснительная работа с населением.